С начала этого года в Дагестане в ДТП погибло 8 человек. 25 получили травмы различной степени тяжести. Ударившие морозы и гололед на дорогах лишь усугубили ситуацию. В продолжении темы. Сюжет Раиса Тесуповой. Гололед, заносы и аварии. Машины движутся со скоростью меньше 40 км в час. На улицах непривычно, мало маршруток и такси. Немногие отважились выехать сегодня на дорогу. Как обычно, в Дагестан зима пришла неожиданно. На сегодняшний день, в дальнейшем, надеюсь, будет улучшение. Но сегодня первые морозы ударили и ничего хорошего я не вижу. Гололед нигде я не видел, чтобы машину с песком. Вот с 8 утра я работаю. Нигде я не видел, чтобы дорожные службы работали, что-то было. Скользко на дорогах? Скользко, да. Особенно, ну, хотя бы, чтобы машина могла остановиться на перекрестках, там где-то вот в таких местах, где уже необходимо тормозить. Очень скользко. С 1 января вступил в силу закон, обязывающий водителей ездить на зимней резине с начала декабря и до конца февраля. По новым правилам, высота протектора шины должна быть не меньше 4 миллиметров. И сегодня те водители, которые не переобули автомобили, заранее выстраиваются в очереди. Сочетание летней резина и гололед часто опасны для жизни. К сожалению, с 1 января на текущий момент, на сегодняшний день, уже в 23 автопроисшествиях погибло 8 человек и 25 получили травмы различной степени тяжести. Особенно неблагополучная ситуация сложилась в первые дни, когда заморозки ударили первые. Это 1-2 января. На отдельных участках, где наблюдалась гололедица, водители, не снижая скорость, по всей видимости, не понимая и неправильно оценивая ситуацию, допустили опрокидывание транспортных средств. Только 1 января у нас 3 человека погибло, в том числе ребенок. МЧС Республики предупреждает. 8 и 9 января в горах Дагестана лавина опасна. По прогнозам синоптиков, морозы продержатся до конца недели. В воскресенье ожидается незначительное потепление, а вот в понедельник столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. Раиса Тьюсупова и Руслан Гаджиев. Время новостей.